Полный контакт с Владимиром Соловьёвым И просто наслаждаться Всё же отлично Вот интересное высказывание Айкона Апетяна Военного эксперта, полковник вооружённых сил Армении в отставке Теоретически представьте, что 102 базы нет И нету миротворцев И нету трёх оперативных групп в Сюнике Алиев говорит, что Армения и Азербайджан будут проводить демилитаризацию Демаркацию границ по Александропольскому договору 22 декабря 2020 года Других юридических актов между Арменией и Азербайджаном нет Потому что Азербайджан не считает себя правопремником советского Азербайджана Никол говорит, что Алматинская декларация Алиев говорит, что по его конституции Азербайджан правопремник первой Азербайджанской республики Когда мы придём к территории 10 тысяч квадратных километров По Александропольскому договору Тут нет русских, представим так И в Аталии вводят войска Что будет говорить Пашинян? Будет орать Америка и Европа, спасите нас Пришли нас истребить Правильно говорит? Разумно? Не так всё мыслится, я так полагаю, в турецкой столице и в Баку И там, и там, действительно, праздник Это продолжение того Дня Победы, который отмечался в 2020 В каком году, господи? В 2020 году В 2020 году Парад Победы, когда встречали лично президента Азербайджана Президент Азербайджана Алиев И президент Турции Эрдоган Шушинская декларация 2021 год Не так всё это мыслится Сейчас уже вопрос Нагорного Карабаха, как считается, уже решён Армения отступила Никто в этот конфликт вмешиваться не будет Начались вот эти вот мирные переговоры В ходе мирных переговоров, как сообщается в турецкой столице Были выдвинуты денежные претензии К Армении, по-моему, в размере 100 миллиардов долларов Если их Армения не выплачивает Тогда будьте добры, положите на стол Зангизурский коридор И следующий уже этап, на самом деле Это уже мирные переговоры с Арменией Делить больше нечего Это открытие границ, сообщения, дипломатические связи И прочее, прочее Почему? Потому что и Турция, и даже Азербайджан Намного более экономически мощные страны, чем та же Армения Открытие, нормализация, так называемое, политическое И установление торгово-экономических отношений с Арменией По сути дела поставит Армению под турецко-азербайджанское влияние А отсюда уже идёт и прямая дорога на планы на Южном Кавказе Понятно, что они логистические Прежде всего, нужно обеспечить непрерывный коридор Между Арменией, между Азербайджаном и Турцией Обеспечить непрерывный коридор от Балкан до Каспийского моря Ну а дальше уже с выходом на Китай Вот, собственно, за что идёт битва А зачем Армении-то нужно? Зачем Армении? Горе побеждённым Зачем им было своим собственным народом открывать Пашиняну и говорить о том, что Мы не признаём Нагорный Карабах Мы не имеем претензий на Нагорный Карабах Вот ровно за тем же Ровно за тем же Не, ну просто к тому, что сейчас Если вот они предъявят Предъявили, да, претензию по деньгам Но ясно, что Армении нечем платить Ну просто, чисто физически Значит, отдадут территорию Но это и будет сценарий, когда от Армении останется 10 тысяч квадратных километров Которые экономически даже Турции не нужны Просто неинтересно То есть просто дадут возможность этой территории умереть Ни Турции, ни Азербайджану армянские территории не нужны За исключением непрерывного коридора Коридор это ключ ко всему, к пониманию всех планов Турции и Азербайджана на Южном Кавказе Они сейчас, по сути, становятся единственной привилегированной транзитной территорией Из Китая в Европу Всё Северный коридор, который был мощным конкурентом Срединному коридору По Северным коридорам я имею в виду Российскую Федерацию Он выбыл из этой гонки У Российской Федерации вон какие мощные железные дороги Железнодорожная сеть на самом деле была мощнейшим конкурентом Для планов центрального коридора Сейчас их в гонке нет Сейчас главное теперь Турции и Азербайджану закрепить этот успех На Южном Кавказе приступить к нормальной реализации логистических коридоров В этом смысле им Армения мешает только одним Зангизорский коридор Всё остальное неинтересно Как только нормализуются дипломатические связи Торгово-экономические связи Между Турцией, Арменией, Азербайджаном, Арменией Тогда пойдут турецкие инвесторы Тогда пойдут турецкие производители Азербайджанские производители на армянский рынок И там от армянской экономики Ну мало чего останется Ничего не останется И на глазах всего мира Вот сейчас происходит страшный исход народа И 150 тысяч уже треть Ушла на территорию Армении И Армения тем самым превратится Потому что для Армении 50 тысяч это немало А если выйти 150 тысяч Это будет территория гуманитарного бедствия Обратите внимание Прецедент Прецедент Грузии Грузия на самом деле Грузия это ведь в 2008 году Это была мини-Украина сейчас Тогда пятидневная война Принуждение к миру Турция не поддержала российскую операцию Но перекрыла по конвенции Монтро проливы Не пустила натовские корабли в Черное море Всё же так же было Не присоединилась к западным санкциям С одной стороны С другой стороны осудила С другой стороны продолжила в 2009 году реализовывать Очень серьёзные энергетические проекты с Россией Напомню 2008 год грузинская операция 2009 год это год исторических протоколов Между Россией и Турцией В сфере нефти и нефтепродуктов Природного газа Атома Всё что сейчас происходит между Россией и Турцией И стратегического Включая турецкий поток Включая атомную электростанцию АКУЮ Это всё родом из 2009 года Когда весь мир ополчился на Российскую Федерацию А Турция продолжила и с теми и с другими нормально работать А с Грузией в то же самое время Турция реализовала Проекты газопроводов и нефтепроводов Баку-Тбилиси-Арзурум Баку-Тбилиси-Джейхан Железнодорожное сообщение Почему? Потому что в отсутствии Зангизурского коридора Грузия была ключевой точкой Которая связывала между собой Армению, Азербайджан и Турцию Ключевая точка Сейчас Зангизурский коридор способен Грузию немножко Потом пошли турецкие производители Турецкие инвесторы в Грузию Посмотрите Сейчас какое проникновение турецкой экономики в Грузию То же самое будет и в армянском случае Им главное только сейчас нормализоваться Вон вчера Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции Разговаривал со своим армянским коллегом Я думаю, что разговоры ровно такие Ну ребят, ну что нам делить? Всё, вопросы решены Международное сообщество признает Нагорный Карабах Он вернулся в состав Азербайджана Всё, давайте нормализоваться Давайте устанавливаем торговые и экономические связи Рано Надо коридор А вот потом нормализоваться При этом будет большой вопрос А что делать с нашей военной базой? Это самый хороший на самом деле вопрос Что делать с членством Армении в Евразессе Что делать с членством Армении в ОДКБ Потому что Армения, конечно, маленькая страна Но это очень серьёзная опорная база для России на Южном Кавказе Выбивается эта костяшка домино Может посыпать и всё остальное Включая ОДКБ А ОДКБ это прямой конкурент Организации Тюркских государств За военно-политическое влияние На пространстве Средней Азии и Южного Кавказа До тех пор, пока существует ОДКБ Вряд ли, вряд ли Организация Тюркских государств Конвертируется в военно-политический блок Может так и остаться экономическим А вот если Армения выйдет Вот тогда-то будет совершенно другой разговор Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok